Сумма будет немалая, честно, с учетом того, что тут почти все под выбором. Вы на канале ОМЗАП, находитесь в нашем техцентре на теплом стане. Меня зовут Александр, и сегодня я вам расскажу немножко о тех проблемах, которые вам грозят, если вы являетесь счастливым обладателем таких автомобилей, как Kia Sorento, либо же Hyundai Santa Fe. С двигателем 2.4 G4KE. Основная проблема этих двигателей у нас, как многим уже, наверное, известно, это проворот на шатунный вкладыш. За мной находится один из представителей, наш постоянный клиент, которому в свое время было предложено заменить проблемный масляный насос на насос от 2-литрового двигателя G4KD, который не является проблемным, достаточно надежный. И после такой небольшой модернизации проблема этого двигателя практически уже решена, при должной его эксплуатации, конечно. Когда в один из приездов мы предложили сделать нашему клиенту такую операцию, он отказался. Ну, тут, наверное, все-таки финансовая сторона вопроса сыграла в первоочередную роль. К сожалению, произошла большая неприятность, и теперь эта машина находится у нас на ремонте двигателя. Клиент ехал в пробке с небольшой скоростью, благо. Машина резко застучала в двигатель и заглохла. После чего он привез ее к нам на эвакуаторе, и наши механики установили то, что коленвал не проворачивается даже с большим усилием. Клиентам было принято решение приступать к снятию двигателя и его ремонту. Наш механик Алексей уже приступил к его разбору. Сегодня у нас на дефектовке двигатель G4KE с ее распространенной проблемой. Это провернутые вкладыши. Здесь человеку повезло, шатун наружу не вышел, не успел. Его просто заклинило. Причиной всему блок баланс валов. В этом блоке баланс валов стоит декционный клапан, который по пробегу, по износу, по пробегу зависает. И дальше мотор начинает работать без давления масла. То есть масло в моторе есть, а давления нет. И, соответственно, начинает мотор работать на сухую. Здесь мы имеем провернутую шейку шатунную четвертого цилиндра. Коленвал, соответственно, на замену. Также шатун четвертого цилиндра тоже на замену. В рекомендациях примерно к 50-60 км пробега вот этот блок баланс валов убирать. И ставить насос от G4KD, от двухлитрового мотора. И эта проблема уходит. Ее больше не будет. По замене нужен поддон, насос, сепи. Несложная процедура. Занимает в районе дня. В той мере, да, в разы, конечно, дешевле, чем капремонт двигателя. Сейчас здесь будет довольно-таки порядочный ценник на ремонт этого двигателя. Хотя могло быть все иначе. Ну, это не единственная проблема. Здесь рядом с нами второй представитель этого семейства Kia Sorento. С таким же двигателем клиент приехал к нам на диагностику с посторонним стуком. Хотя, говорит, что 5 тысяч назад он произвел в другом каком-то сервисе капитальный ремонт, в котором ему уже поставили насос от двухлитрового двигателя, поменяли коленвал. Но по каким-то причинам оставили старый шатун, на котором был проворот вкладышей. И, судя по его описанию, моторист не занимался подбором вкладышей. А это очень важная часть ремонта, потому что неправильный подбор вкладышей. И уж тем более оставлять дефектные детали в виде шатуна, на котором был проворот. Сейчас мы, скорее всего, будем уже его разбирать. Мы сталкиваемся с тем, что контрафакт, очень много контрафактов. Вот смотрите, вот этому человеку до ремонта я привез оригинальный коленвал. У меня просто недавний случай тоже. Sorento 2.4, очень похожая история. Человек из трейдена купил автомобиль. Он приехал к нам, мы сделали эндоскопию, увидели, что один цилиндр, только один в большом нагаре масла. При тщательном осмотре двигателя мы увидели, что туда уже залезали. Когда посмотрели еще эндоскопию, увидели, что поршня стоит 0,25. То есть видно было, что двигатель капиталился, скорее всего, перед продажей. Что сделали для продажи? Да, для продажи. Человек выбрал тоже свои запчасти, начал привозить частично свои. На этапе установки распредвала выяснилось, что посадочное место, шестерни, да, ну, грубо говоря, здесь торца на распредвал. Шестерни остались старые. При попытке их одеть одна одевалась с диким люфтом, а на второй распредвал мы даже одеть не могли, потому что там эллипсное посадочное место было. Когда начали разглядывать, некоторые маркировки показались подозрительными. Когда уже чуть-чуть не под микроскопом посмотрели, поняли, что это контрафакт. Мы сразу позвонили человеку, сказали, так и так, мы это как бы даже ставить не будем. Это вот, если чеки остались, вот упаковки, сдавай, потому что это безобразие. Визуально, вот я вижу вот эти вот накаты, все, они не убираются. Оставить это колено, все, это значит, вы вернетесь к тому же. Оставить вот эти шатуны, которые вот, вот я увижу, все, он визуально, он провернут и перегрет. Это на выброс. Вот здесь вот, с учетом того, что тоже у меня есть вопросы уже к тому, что он немножечко начал менять цвет здесь, тоже есть, ну, это все, к сожалению, на выброс. Человек выполнил капитальный ремонт, потратил почти 200 тысяч рублей, выполнил его в стороннем сервисе, и пообщавшись с клиентом, мы поняли, что собирал человек, который, наверное, ну, не очень хорошо знает эти двигатели. Я расскажу почему. У человека был проворот уже на втором шатуне вкладыша. При сборке этого мотора шатун оставили старый. Вот он у нас представлен. Вот в таком он сейчас прекрасном состоянии. Это первое, что бросилось в глаза. Его надо было обязательно менять на новый. Далее. Клиент по незнанию закупил вкладыши одного цвета. Вкладыши и коренные, и шатунные. Там, где этот мотор собирался, его не предупредили, что так делать нельзя ни в коем случае, потому что каждая шейка, что шатунная, что коренная, подбирается индивидуально по цветовой схеме. И вот если посмотреть с этой стороны, здесь у нас выложены все вкладыши шатунные. После такого неправильного подбора у нас результат вот это вкладыши как раз того многострадального второго шатуна, который остался старым. На нем вкладыши пострадали больше всего. Ну, собственно, остальные три шатуна также достаточно сильно повреждены. Буквально 5 тысяч назад уже потратился и отдал, повторюсь, 200 тысяч рублей. Пришел снова к капитальному ремонту. И судя по тому, что коленвал пострадал, новый коленвал, который человек оригинально покупал для прошлого ремонта, пойдет на выброс. Здесь четыре шатуна также придется поменять, так как на каждом из них были провороты вкладышей после этого ремонта. Поршня у нас также имеют уже накаты. Скорее всего, будет предложена гильзовка данного блока под стандартный размер и уже установка новых поршней с новыми кольцами. Также четыре новых шатуна. А этот вот новый масляный насос от двухлитрового G4KD, который клиент купил для того, чтобы установить его при капитальном ремонте. Судя по количеству стружки, которую мы видим в сеточке маслозаборника, мы его, конечно, еще разберем, посмотрим. Но предварительно насос также пойдет в помойку. А еще очень один интересный момент. При установке насоса двухлитрового двигателя, также эти мастера, назовем их так, взяли поддон. Также от двухлитрового двигателя, но столкнулись с проблемой, что у них не залезал датчик уровня масла. И они пошли очень нестандартным путем. Они просто срезали с него часть, которая не помещалась. Стоит ли говорить, насколько рабочим стал этот датчик. Хотелось бы посоветовать людям, которые все-таки столкнулись с проблемами своих двигателей, тщательно подбирать тот сервис, который они отдают в свои автомобили. Выбирать только проверенные места. И те сервисы, которые узкопрофильные, и хорошо знают те машины, которые они ремонтируют. Все тонкости и нюансы. Ибо невозможно знать и уметь ремонтировать все двигателя и знать все марки. Ну, собственно, до новых встреч. Смотрите новые видео на нашем канале. Всем пока!